Приветствую вас, аноним. Я думаю, что вам необходимо признать, что ваш мужчина не самостоятельный. Вам необходимо признать, что ваш мужчина не способен самостоятельно принимать решение. Вам необходимо признать, что ваш мужчина достаточно слаб с точки зрения воли, с точки зрения такой вот психологической ценности. Это ему не вину будет сказано, это просто как факт, как давность. Вот он такой мужчина и, соответственно, женщина ему нужна такая вот, я полагаю, властная, такая вот в большей степени мама, нежели чем равноправная, ну, чем партнер. И, на мой взгляд, в вашей истории очень хорошо, очень четко прослеживается этот момент, что мужчина тревожится, когда видит, что вы оказываетесь, по сути, в состоянии, когда вам нужна помощь. То есть, женщина, которой нужна помощь, женщина равная или ниже, у мужчины вызывает отборожение. Вот. Это, по факту, показывает некий такой ориентир гендерный, вот, который, собственно, представляет для, ну, человека интерес. И, на мой взгляд, вам, ну, в первую очередь, нужно этот момент учитывать. Давайте разберем ваш текст более подробно сейчас. Итак, значит, мне 28 лет, пишите вы. Хотел бы спросить, какое значение и имеет ли для вас значение, если да, то какой возраст. Самое, что вы, ну, про него говорите, по сути, свой возраст вы на первое место ставите. Хочу получить совет за трудительные ситуации. Ну, психологи не дают советов, поэтому, насколько они про нас. Я нахожусь в отношениях с молодым человеком 5 месяцев, мы познакомились на работе. Ну, честно скажу, достаточно опасно находиться в отношениях с людьми, в отношениях с людьми, по работе. Потому что это коммерческие отношения, и, соответственно, вся база, вот, изначальная база, фундамент отношений, если угодно, он пронизан таким коммерческим интересом, скажем так. У нас небольшая разница в возрасте, я его старший на 3,5 года. Это у него первое серьезное отношение, для этого он был девственником. Если так, то, опять же, получается, ММ-25, значит, ну, по современным меркам, получается, неуверенность этот человек. Вот, получается, это достаточно скованный, замкнутый человек, достаточно тревожный человек. Вот, и, соответственно, эти вещи, они, скорее всего, никуда не делись. То есть, вы, вот, вопрос к вам, насколько вы отдавали себя чертом, с кем вы вступаете в отношениях, да? Вот. Какой человек, что он себя представлял? Мы оба экскурсоводы работаем в одном учреждении, но только я работаю временно, 8 месяцев в год, а он постоянно, у него зарплата выучена на 15-20 тысяч. Опять же, не очень понятно, вот, к чему вы это написали, да, кроме того, что у него зарплата выучена, вот, то есть, это вот такая вот, как раз-таки, коммерческая история, о которой я к вам говорил. Я из другого города, из столицы Крыма. А он местный судак. Мы жили вместе, сначала у его бабушки, а потом у него с родителями. Инициатором совместной жизни стала бабушка, я снимала у него жилье, как понять, инициатором совместной жизни стала его бабушка. То есть, я это понимаю так, что бабушка настояла на том, чтобы вы жили вместе. Ну, это странно, там, что инициатива, все-таки, мне кажется, должна исходить от самих людей, но не от бабушки. Дальше, сама по себе, она главная, он ее случится, когда мы начали жить вместе, появились небольшие ссоры. У ссор есть причины, вот, я бы здесь вам порекомендовал бы изучить психологическую игру «Скандал», вот, вам поможет лучше понять, что происходит. Я не считаю этой катастрофой, воспринимаю это как притирку характера. Ну, притирка характера, может быть, разная, а ссоры, это не совсем про притирку, не совсем про притирку. Он раздул из мухи и слона, вместо того, чтобы исключение неудовлетворения, предпочел вынести ссоры из НСБ в не очень хорошей форме, обсуждал меня со своими друзьями. Ну, это классическое инфантильное поведение, это классическое незрелое поведение, и по факту вы просто-напросто расплачиваетесь за свой выбор. Выбирая мужчину такого, как ваш, вы, как бы, соглашаетесь на вот подобные, можно сказать, последствия. И надо сказать, что для мужчины это абсолютно нормально, потому что он достаточно незрел, ну, в какой-то степени незрел. Вот, и, соответственно, это нельзя воспринимать как поведение аналогичное, например, более зрелому мужчине. Вот, они негативно обо мне отзываются, не зная меня лично, и что, не очень понятно. Не понимаю, зачем завершаться теми, кто не может ни с кем сварить каши. Не очень понятен смысл этой вашей фразы, если вы имеете ввиду друзей, или вы имеете ввиду своего молодого человека, чего вы решили что. Друзья не могут ни с кем сварить каши, это странная фраза, и я не понял её значение. Могу только сказать, что дело не в том, что вы понимаете, а что нет, дело в том, как вас это задевает. В переписке говорилось, что он не хочет со мной жить, что с него хватит, причина пасековая, из-за того, что у меня сезонная работа. Специфика конкурсионной работы, несмотря на это, она достаточно хорошо оплачивается. Ну, я бы сказал вам, что на секундочку речь идёт о чужой переписке, и как вы её увидели, вопрос, да, вот такой первый вопрос к вам, как вы увидели эту переписку, собственно. Почему она стала вам известна? Насколько легально, да? Там известно, вообще-то говоря, нарушение личных границ человека, личного пространства. Дальше, самый такой тяжёлый, наверное, момент для восприятия, это такой, что человек, обсуждая одно и то же странными людьми, может вкладывать в то, что он говорит, абсолютно разный смысл. Вот это то, что вам необходимо принять. С друзьями может быть ситуация такова, что он усиливает значение проблемы специально для своих друзей. Специально, специально для них. Вот. Совсем имею в виду не то, что вы, например, могли бы подумать. Именно поэтому так важно не читать переписки. Вот там и сообщения с людьми разные. Дальше, значит, что он не хочет меня возбуждать, я буду висеть у него на шее, хотя меня нигде не возбуждали, у меня есть свои деньги. Но это про, опять же, про незрелость, про определённый запрос у мужчины к женщине, да, это искусство. У мужчины к женщине есть определённый запрос. Так, что я никто, почему я не должен отсчитываться, что хочу, то и делаю, если у меня какой-то тунеядка и драмоядка. Ну, опять же, это, в большом месте, это сплетни, как вас это вызывает, отдельный разговор и отдельная тема для терапии, наверное. Дальше, когда запрос касался денег, то вы должны оба вносить свой вклад в совместную жизнь, значит, что не так, ты никто. Ну, это, например, знаете, как защиту против использования, то человек боится, что его будет использоваться. Опять же, это признак такой вот незрелости. Меня это всё очень настроило до слёз, с этим мы нужно отдельно поговорить, как вас это задело и чем. Я спокойно подошла и спросила, почему он так поступал. Ну, опять же, это обвинение здесь. Я бы рекомендовал научиться навыкам бесконфликтного общения. Вот, например, я за общение хотя бы. Сказал, что если такая участная, скоро закончится мой контракт, я уеду и не буду тебя вмешать, живи своей личной жизнью. Ну, это вы манипулируете, осознанно или нет, это манипуляция. Он испугался, просил этого не делать, попросил прощения, и, если честно, уже привязалось к нему. Ну, опять же, с него вкладывать выражение «я привязался», потому что привязка – это в данном случае потребность, в данном случае это зависимость, то вы ныждаете в этом человеке. Вот, это делать вас зависимо, соответственно, увязнимость, соответственно, если делать вас увязнимо, это делать вас не свободны. Дальше, значит, мы живём вместе, только когда я работаю, когда у меня заканчивается работа, в месчезоне я уезжаю домой, ну, поддерживаем общение. Получается, что в наше время истекло, прощай, если что, я тебя помогу. Ну да, если вы так себя поставили, почему нет? Меня смущают такие отношения, согласен, но что вы делаете, чтобы у вас их не было? На дело мне говорилось, что просто боится, не сможет содержать, не хватит денег, перепитка, в джеме, кажется, не хочет, чтобы я сделал у него наше. Но я не думаю, что он друзьям может сказать такие вещи что вы, потому что с друзьями, я более чем уверен, он хочет казаться более брутальным. Вот, и то, что происходит с людьми, это больше напоминает защиту. Так, дальше, значит, на самом деле денег хватает, 3 зарплаты он дает маме, непонятно, к чему бы это, к чему бы это. Мама не бессует, хорошо зарабатывает. Все, значит, в сеть наше у меня сладенькие, я не буду отчитать, вот, то, что вы написали. Опять же, выглядит, как то, что вы защищаетесь. Как то, что вы не уверены в себе. Получается так, что у тебя любят только декори, у тебя есть работа, деньги, когда они заканчиваются, она заканчивается, как специфика курортных городов, я не знаю, да, получается так, и проблема в том, что вы себя так поставили. К тому же, перед тем, как сектор, я у него спросил про то, что я работаю до января, а что дальше он сказал, что у меня есть работа, ты мать расширит на меня. Ну, опять же, там, вероятно, был свой контекст, как я сказал, молодой человек не самостоятельный в принятии своих решений. Так, свою работу я очень люблю, не хочу бросать, а, расставаться он со мной не хочет, а чего хотите вы. Я предлагаю вам на своих руках работать в тот момент, когда я 3-4 месяца с собой. Вот, меня важно, чтобы меня ждали в нашей квартире, да, если она съёмная. А вот что вы вкладываете в это понятие? Для меня важно, чтобы меня ждали. Что вы вкладываете в это? Чувствуется здесь какой-то вот ваш собственный болезненный, может быть, запрос, конфликт, который нужно бы проработать, да? Как быть, чтобы что? Сам по себе человек неплохой, такое отношение смешает. Ну, опять же, как быть, чтобы что? Вы как-то цель для себя сформулируйте, пожалуйста. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok